Дива белорусского экрана. Я хочу сегодня в салоне рассказать вам об удивительной женщине. Единственная женщина, музыкальный комментатор на телевидении. Завораживающий тембр такой приятный, интересный. И, конечно, она была звезда. Леди Эпатаж или икона собственного стиля, любительница аксессуаров и шляпок, боа и горжеток. Когда Зайцев её увидел в тапках на интервью, он немножко, а он пришёл во фраге. Светская львица с консерваторским образованием. Элеонора Езерская в проекте агентства теленовостей «Наши ретро». Я вдруг неожиданно заметила, что мне в салоне очень интересно рассказывать вам про знаменитых и талантливых и умных женщин, которые жили в нашем веке и в прошлом. Таких больше нет. Не было, нет и я не знаю, когда ещё будет. И если бы такой Элеоноры не было, её надо было бы передумать. Она царица, она женщина. Надо гордиться тем, что она у нас была. Ну да, был трагический финал. Но вообще она была мультик. Котики, Микки Маусы, бабочки. Ей нравилась вот эта какая-то странная фантасмагория. Ей нравились вот эти странные краски. Она свою жизнь её делала. Все, кто знает Элеонора, все расплываются сразу в улыбках, что бы она ни говорила. Пускай она кого-то ругает. Она даже ругать умела красиво. Говорят там звёзды, но слава богу, у меня хватает ума, потому что иногда всё-таки включаю мозги. Женщинам это тоже полезно. И никогда не считать себя звездой и смеяться с тех, громко, откровенно и зло, кто считает себя звёздами или даже называет. Она так изящно это всё делала. Всё-таки думаешь, ой, какая изящная. Сейчас некоторые наши, мне кажется, медийные лица пытаются добиться всеми правдами и неправдами такого же успеха. Но у них это получается очень скудно, потому что они не такие эрудированные, не такие успешные, не такие индивидуальные. Она, конечно, уникальная. Элеонора по-своему была актрисой. Она так вела, так поддерживала дух творческий. Она оказалась звездой. Когда узнали о её смерти, столько было удивлений. И говорят, как её не хватает на телевидении. Послевоенный Минск. С факт Победы прошёл только год. Они получили здесь две комнаты в коммунальной квартире. Этот дом сам по себе уникальный. Она часто говорила «дом моего детства». Вот здесь, на третьем этаже, вот с этого балкона можно было любоваться парадами. Она всегда повторяла, что она родилась в Советском Союзе, на улице Советской, дом 14. И всей своей жизнью доказывала... В общем, она и была советским человеком, хотя говорила «я не совок». Хотя в каких-то моментах она была именно таковой. Я не буду, я не буду целовать холодных рук. В этой осени никто не виноват, не виноват. Я уехала в Петербург, А приехала В Ленинград. Завораживающий тембр, такой приятный, интересный. И, конечно, она была звезда. От её голоса, от её манеры общения, от манеры подачи информации, конечно, захватывал дух. С коллегами, которые её окружали, я не могу сказать, что она была человеком удобным. Не надо, да. То есть я как бы... Ну что, выйдем и облажаемся, что я? Для закрепления. Никто не будет им облажаться. Не зачитывайте. Я очень переживаю. Я отношусь очень ответственно. Она не любила капух. Она понимала, что люди медлительные, они не могут быть искромётные. А она сама была фонтаном. У неё всё было быстро, у неё всё было как шампанское гристое. Невероятно эрудированный. Очень такой тонкий человек, с которым можно говорить о музыке, о любой музыке. Ну, с кем можно сейчас поговорить? Допустим, о симфонии Стравинского или о какой-нибудь симфонии Малера, например. Это сейчас, о, поп-культура, это на всех каналах. А тогда как-то это считалось несерьёзным. И вот что мне всегда нравилось в Элеоноре, она очень серьёзно воспринимала вот эту вот нашу все эстрадную... ну, так скажем, музыку. Кстати, когда у неё спрашивали, а кто вы по профессии, она говорит, я музыкальный комментатор. И я не мог понять, Элеонор, а какой комментатор? Что ты комментируешь? Комментатор комментирует что-то, что кому-то непонятно. Ты ведущая. Нет, я комментатор. Она просто разговаривала со своими слушателями о самом дорогом и сокровенном, о молодости, о прошлом, о любви. Она не стеснялась высказывать свою точку зрения, свое мнение. Оно зачастую отличалось от других. Она старалась таким образом причинует вот свою какую-то независимость, свою личность, свою неординарность. Ей нравилось быть не такими, как все. Это из маленького принца. Это такая-то партия уже. Я был студент, а Элеонора Аркадьевна преподавала музыкальную литературу. Она была строгий педагог. У нее не проскочили. Я помню, мы идем на экзамен, нужно было знать 120 тем, 120 мелодий. Она так много знала, а мы студенты, ну как и обычные баламуты. Она был знающий человек, знающий свою профессию. И очень владеющий всем. Так что я восхищалась и музыкальным салоном, и в конце концов восхищаюсь я сейчас всем. И даже, как говорится, прикидываем. Первое мое впечатление. Боже, что она одела? Ну это же Элеонора и Зерцкая. Это были косички, это были вязаные шапочки, это были колокольчики на косичках. Горжетки буа летом, например, на пляже в Сочи. Она была в купальнике, и у нее была горжетка натурального песца на ней. Буа и перья, да, привозила из-за границы. Я знаю, что какие-то вещи ей прислали, потому что знали, что эти вещи может и сможет носить только она. Ей это нравилось. Эти все шляпки ее. Она приходит и говорит, Тома, хочу плащ. А там Центермоделл выпустил новую серию плащей, молодежная серия, розовые, желтые, блестящие, короткие и маленького размера. Я говорю, Элеонора, ну 44, а у тебя 50. Она говорит, все равно хочу, я не буду застегивать. Была легендарная история, когда в Минск приехал Пьер Карден. Их посадили вместе. Карден увидел Элеонору. Кстати, к слову сказать, она оделась в черном. Потом была очень смешная история. Я говорю, слушай, а что ты в черное оделась? Она говорит, Пьер Карден. Я говорю, а черный чего? Я же тебе говорю, Пьер Карден. И вспоминая Элеонору, создаю дизайн и шляпок. Вот эта шляпка посвящена ей. Я ее к премьере Луреции сделала и посвящена ей. Мы первый раз встретились в Сочи на кинотавре. Встретились вживую, отчую, она сразу без комплекса. Меня представили ей. Ее, понятно, представлять не нужно. Это она принимала в свой круг людей. Когда я даже была с ней в одних компаниях, где-то как-то, я просто молчала. Потому что с ней рядом лучше молчать. Она брала все внимание на себя. С ее умом, начитанностью. Если она за столом одна и мужчина вокруг, она говорила. Они только смотрели, открыв рты на нее. Ну, ее фотография, конечно, в молодости, она, конечно, хороша была чертовка. Часто рассказываю о своей молодости, каким у нее были мужчины. То есть это без деталей, там, без постельных стен. Фотографии показывала, там, достаточно много известных людей того времени. Мужчина есть главный смысл, удовольствие и цель нашей дамской жизни. У нее был очень острый язычок. Лучше не попадаться. Помню, за кулисами, по-моему, Купаловского театра какая-то наглая журналистка, так совершенно так это. А вы его девушка? Она сказала, нет, я его бабушка. И мы развернулись и пошли. Она могла опустить, но могла и поднять. Она говорила правду. Наше первое знакомство было, когда я была солисткой группы Топлис. Ну, она нашей группой, конечно, называлась невестная. Она считала, что мы дурочки. Она вот выделяла меня, она говорила, все остальные, вот они вот никакие, а вот ты молодец, потому что ты из такой семьи. Мой дедушка заслуженный художник в Беларуси, папа член Союза художников. Вот набросай это дело, это неблагодарное дело. И занимайся живописью, делай выставки. Дом в шедевр стиле модерн, постройки конца 19-го, начала 20-х веков для Минска является уникальной архитектурной особенностью. И этот дом под номером 14 всегда являлся каким-то очень загадочным. Таких домов в Минске почти не осталось. Бывший доходный дом. Первый раз в жизни я переступил порог этого дома, про который Элеонора очень часто рассказывала. Здесь прошло ее беззаботное советское детство. Она никогда не говорила, что ей плохо. Она только иногда говорила, о, выгнались из телевидения, там, переживу. Для нее это болезненный процесс. Я скажу, не просто делилась, я немножко поедала, ее убивала. Хондра вот эта. Ее болезнь это была, даже недостатка внимания, недостатка общения. И Минск ждал все. Я хочу, как сегодняшний наш вечер, перотворался у некий панель. Но я на пенсию не сбираюсь, как бачится. Сдержал на это ли бачение, я так сама не хочу покидать. Она ждала, что раздаться звонок телефона, что будет какое-то интересное предложение. Не знаю, дождалась ли она этого звонка. Она хотела что-то интересное сделать. Вообще она была креативным человеком, готовым к сотрудничеству и с кино, и с какими всеми другими видами, и с какими-то перформансами. Она всегда была готова к диалогу с искусством. Да, она была одинока. Ну, такие сильные, успешные женщины, они часто очень бывают одинокие, и не признаны, не поняты. И потом почему-то вот после смерти, да, мы там говорим вот, хотелось бы поговорить, и при жизни не находим время, хотя очень обидно. Пускай меня простят и остальные ведущие, которые ведут музыкальные разные передачи. равные и нет. Большой бедой какой-то и большим каким-то, я даже не знаю, правдой было то, что в этой жизни, к большому сожалению, она была, в общем, беспризорницей. И она поэтому и стойку какую-то вот эту выбирала, чтобы как-то защититься, потому что, правда, непонятно от кого и непонятно зачем. Трагическое одиночество. Многое говорили, но она как-то обществом, всеми с собой, она ей была нормальна. Она, в общем, занималась собой, она занималась своими делами. Возможно, маску успешности она как-то одевала очень часто, играя в рауты, но это, наверное, был элемент ее тоже какой-то жизни. У Алеоноры было так, значит, у нее не было недостатка. Она все открывала в свое тело, в свою фигуру, в свою жизнь. Всем, как достоинство, свое достоинство. И я думаю, поэтому она может превратиться в достояние страны, потому что это наше достоинство. И я думаю, что вот она теперь может стать, ну, да, сейчас она может стать героиней тех знаменитых женщин 20 века, о которых она рассказывала. Ушла из жизни большая актриса. И вместе с ней ушла целая эпоха. Наверное, грустно, когда у большой актрисы, которую помнят и любят, такой финал. Но что делать? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok